Я бы хотел с вами обсудить вопрос того, что случилось в Киеве, и не только в Киеве, а по всей Украине сегодня с утра. Это был опять массовый обстрел территории Украины российскими ракетами, однако несколько особенностей все-таки возникло. Во-первых, этот обстрел был произведен не таким большим количеством ракет, как раньше, около пяти десятков ракет. По сравнению с предыдущими разами это было и до ста доходило. Во-вторых, Россия использовала ракеты гиперзвуковые, кинжал. Я сейчас показываю фотографию от части ракеты Х-55. Это не кинжал, это не гиперзвуковая ракета. Однако, вот именно особенно интересно, почему Россия сейчас решила использовать кинжалы гиперзвуковые, которых на вооружении России не так уж и много. И постоянно говорилось о том, что для архиважных целей их используют. Но вот их использование мы увидели сегодня. Как вы считаете, это что-то новенькое от нового командующего спецоперации Герасимова, либо это действительно фактор, который показывает нам наочно, что у России все уменьшается и уменьшается количество ракет? Ну, конечно, у России количество ракет уменьшается. При этом, по данным военной разведки Украины, таких ракет на начало января, которыми в основном обстреливают города и ключевые объекты инфраструктуры Украины, насчитывалось примерно 550 единиц. Это и много, и немного. Это немного, потому что, ну, в начале войны ракет таких было у России где-то, наверное, около трех тысяч. Значит, значительное количество уже израсходовано. Поэтому восполнить те потери ракет, которые, ну, то количество ракет, которые израсходовано на обстрелы Украины российская промышленность не может. Ну, считается, что, опять же, по данным военной разведки Украины, примерно 50 ракет в месяц может производить российский военно-промышленный комплекс. Поэтому количество ракет сокращается, которые есть в запасе у России, те, которые могут быть произведены для восполнения израсходованных. Да, это количество ракет уменьшается. Это естественно совершенно, что России приходится экономить эти ракеты и сокращать количество тех, которые используются в том или ином очередном ударе. Это, в общем, понятно. Здесь особых секретов и тайн нет. Теперь, что касается... Причем я должен сказать, что, опять же, по данным уже властей Украины, из 55 ракет, которые были сегодня запущены против Украины, 47 было сбито средствами ПВО Украины. Это очень хороший коэффициент. Хотя, конечно, тот факт, что несколько ракет прорвалось, ну, где-то, наверное, немного меньше 10 прорвалось, это, естественно, крайне печально. Не печально, потому что погибли люди. И это самое скверное, как я понимаю, с моей точки зрения. Вот объясните, пожалуйста, да, действительно, на данный момент пока 11 жертв сообщает управление с ДСНС, по-украински это звучит, державная служба за незначайных ситуаций. Так вот, возвращаясь к ракетам и к потенциалу России, объясните, пожалуйста, все эксперты говорят, есть такое понятие, как НЗ, то есть запас, который нельзя залазить, так сказать. Он составляет 30%, иначе, иначе что? Ну, вот если, ну, мы видим, что Россия все равно рискует, она продолжает использовать те ракеты, которые уже в НЗ, она продолжает лупить, даже когда кажется, что у них не хватает, по крайней мере, нам всем так хочется думать, что России не хватает ракет, но продолжаются у себя обстрелы и так дальше. А чем это грозит, вот по военной науке, если разбираться, чем это грозит для страны критически уменьшать количество ракет? Ну, это грозит тем, что в случае войны, в случае вооруженного конфликта с другой страной, в данном случае, конечно, речь может идти только о военном вооруженном конфликте с той или иной страной НАТО и, соответственно, со всем Североатлантическим альянсом. Ну, и если Россия расходует вот тот самый неприкосновенный запас, ну, значит, у нее останется меньше ракет для того, чтобы воевать с НАТО. Но я должен сказать, что сам по себе факт того, что русские расходуют неприкосновенный запас, ну, ведь никто же, собственно, физически не может запретить его расходовать. Это зависит от решений министра обороны, начальника генерального штаба и, естественно, от решения президента. Так что, если Путин дает санкцию на сокращение, ну, скажем так, сокращение неприкосновенного запаса, значит, он не верит в то, что в ближайшее время России может грозить столкновение с НАТО, ну, вооруженное столкновение. Это признак, я не знаю, чего хороший он или плохой, но, тем не менее, это признак того, что все разговоры, в том числе и Дмитрия Медведева, довольно известного персонажа, о том, что НАТО пересекает там какие-то красные линии, Россия должна будет реагировать, ну, похоже, что на практике фактически, ну, к такому конфликту Россия пока не готовится. Ну, а тем не менее, смотрите, существуют же те заявления, которые мы слышим, в частности, их озвучивает не только Дмитрий Медведев, но их и озвучивают другие публичные спикеры Кремля. В последнее время, если я не ошибаюсь, сейчас проверю, Песков, да, спикер президента, он сказал о том, что, ну, это втягивание еще, ну, прямое, прямое участие стран НАТО в конфликте. Да, это был Песков, он сказал, прямая вовлеченность в конфликт, так отреагировали на поставку танка в Украину, спикер Кремля Дмитрий Песков. И тем не менее, как вот вы говорите, значит, используя вот этот запас ракет, Россия так или иначе не готовится к войне с НАТО. Это только на словах получается, правильно? Ну, видите, есть слова, а есть дела. Дела достаточно понятны. Запас ракет сокращается. Если верны те цифры, на которые мы все ссылаемся, а это цифры, которые дает военная разведка Украины, я думаю, что там достаточно квалифицированные люди работают в этом, в этой организации. И они отвечают за свои слова, потому что, ну, их оценки лежат в основе военного планирования Украины. Это очевидно, это достаточно понятный и простой факт. Значит, мы должны им доверять. Я не думаю, что, просто я исключаю то, что говорит руководство военной разведки Украины публично, то, что докладывает президенту Зеленскому, кардинально расходится одно с другим. Таких вещей, в общем, ну, в одной разумно организованной стране происходить не может. Да, разведчики могут не говорить что-то публично, то, что они докладывают руководству страны, высшему политическому руководству. Но вот так докладывать одно, а говорить публично другое, это в конечном итоге очень быстро становится понятным. И тогда, ну, это свидетельство профессиональной такой, ну, я бы сказал, некомпетентности. Поэтому я думаю, что все-таки военная разведка Украины не ошибается. А если так, то тогда мы можем сделать только один вывод. В Москве, в Кремле у Путина, и Путин сам не очень верит в то, что в ближайшее время Россия будет вовлечена в военный конфликт с НАТО. А то, что говорит Песков, ну, он же не говорит, что мы готовимся к войне с НАТО. Он говорит, что НАТО вовлечена в конфликт, в войну в Украине. Ну, это его слова, это его оценки. В какой-то мере НАТО действительно вовлечена, если она поставляет оружие. Ну, не НАТО, а страны-члены НАТО поставляют Украине все более мощное оружие. Ну, значит, это достаточно ясно свидетельствует о том, что эти страны находятся на стороне Украины. Для России это неприятная, естественно, совершенно неприятная ситуация. Но я не думаю, что они могут что-то сделать в этом отношении. Вот если даже послушать все шоу на ТВ пропаганде «Россия», так там Соловьев извивается и говорит о том, что давайте там шандарахнем ракетами по Германии, ведь она теперь решила поставлять Украине танки, и покажем немцам, что они участники конфликта. Я, конечно, понимаю, что, ну, как бы, знаете, они могут говорить полный бред, чем, в принципе, они как бы и занимаются, и Симонян, и Соловьев, и другие-другие-другие. Но, с другой стороны, это же официальная пропаганда, получается, Кремля. Мы понимаем, то есть здравые умы понимают, что это официальная пропаганда Кремля, и то, что им либо говорят, либо намекают говорить, либо то, что хотят проверить какое-то отношение людей, населения Российской Федерации по отношению к тем месседжам, которые проговариваются официальными лицами пропаганды, это все так или иначе спускается с Кремля. Возможно, я ошибаюсь, но они говорят это, давайте шандарахнем по Великой Британии, давайте покажем немцам, что они теперь участники конфликта и так дальше. Ну, вот как вам видится эта ситуация? Мне видится эта ситуация следующим образом. Соловьеву и прочим поручаются пугать Запад, пугать европейцев, пугать Соединенные Штаты тем, что Россия применит ядерное оружие. Ну, собственно, что значит шандарахнуть ракетами по Германии? Значит, такие ракеты должны быть с ядерными боеголовками, с ядерными боеприпасами, а коль так, то тогда Россия должна ожидать ответного удара, который будет еще более сильным, чем тот удар, который они могут нанести по Германии, или даже превентивного удара для того, чтобы не допустить такого удара по европейским союзникам Соединенных Штатов. Но об этом, естественно, ни Песков, ни Симоньян, никто другой из тех персонажей, которые организовывают все эти пропагандистские спектакли, об этом они, конечно, не говорят, потому что я думаю, что сами-то они понимают, что в случае того, что если Россия решит шандарахнуть, то по ней тоже шандарахнут еще более сильно. А это значит, что и господин Соловьев, и госпожа Симоньян, и все прочие, они просто погибнут. Тут другого выхода нет, другой альтернативы у них нет. Ну, а коль так, то тогда, я думаю, что это запугивание. То, что им приказывают и дают такие ориентировки из Кремля, ну, это достаточно понятно. Сами они, конечно, не рискнули бы делать такого рода широковещательные заявления. Но от заявлений, от пропаганды до реальных дел на эти дистанции огромного размера. При этом, конечно, и Соловьев, и прочие пропагандисты, они пытаются возбудить население, пытаются возбудить население с тем, чтобы обеспечить поддержку кремлевской политике. Но, значит, и вот доказывают, пытаются доказать, что да, вот мы такие сильные, такие страшные, мы сейчас всех уничтожим, нас все боятся. Но это не более, чем слова. СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ